В 2013 году в России впервые был введен единый день голосования. С тех пор второе воскресенье сентября – один из самых ответственных дней для граждан страны. Ведь вместе мы выбираем свое будущее. Мне своя страна как бы не важно, что происходит. Из-за этого я пришла отдать свой долг гражданский. Хочу изменить. Все к лучшему страну, к лучшему изменить. Это же выбор наш. Как мы выберем, так мы будем жить. Поэтому если мы не будем делать выбор, значит мы получатся равнодушны к своей стране. Столько агитации было. Это просто уже мой долг сегодня. Жителям Ленинского района 18 сентября предстояло выбрать депутатов Государственной думы и депутатов Московской областной думы по партийным спискам и одномандатным округам. В муниципалитете работало 50 избирательных участков. Большинство из них были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, сокращенный всем понятник АИП, устройство, которое значительно сокращает время подсчитывания голосов. Основной пик избирательной активности пришелся на обед. В это же время на участке 1290 Измайловской общеобразовательной школы проголосовала телеведущая Илона Броневицкая и герой России Евгений Черняев. От всех нас что-то зависит. И не надо никогда думать, что, а, все решается где-то. Лучше что-то делать, тем не делать ничего. Когда есть новые надежды и когда люди идут и как-то участвуют в жизни страны, то, наверное, это для них праздник, то, что они могут что-то изменить. Председатель избирательной комиссии отмечает высокий показатель явки на своем участке. Я уже несколько лет председатель избирательной комиссии и, конечно, замечаю, что данные выборы проходят более активно. Люди с большим желанием и интересом идут на эти выборы. И явка намного выше даже на период времени, если бы мы сравнивали с предыдущими выборами. Идут молодые люди голосовать очень активно. Очень много людей пожилого возраста, которые стараются отдать свой долг. Многолюдно было и на участке 1304, где, помимо всего прочего, проходили дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Ленинского района от сельского поселения Развилковская. Здесь с абсолютным большинством голосов победу одержала Ольга Аносова. По результатам подсчета голосов в Ленинском районе в едином дне голосования приняли участие более 30% жителей муниципалитета. Наибольшее количество голосов в выборах депутатов Московской областной думы набрал Павел Грудинин. У него 57%. За ним следует Владимир Жук с 16%. По партийным спискам Мособулдумы лидирует партия «Единая Россия». Почти 31% избирателей отдали предпочтение ей. В Государственной думе 47% жителей Ленинского района хотят видеть Вячеслава Фетисова, представителя «Единой России», которая набрала около 37% голосов по партийным спискам. Еще две партии преодолели 5% рубеж. Еще раз подчеркнем, что это результаты голосования на территории Ленинского района, который входит в Подольский одномандатный избирательный округ по выборам в Государственную думу и в Лыткаринский округ по выборам в Московскую областную думу. Поэтому окончательные результаты будут известны только после подсчета голосов со всех территориальных комиссий.